Развитие садоводства – это одно из направлений земледелия, которое сегодня интенсивно развивается в Краснодарском крае. Несколько краевых программ предусматривают субсидирование затрат на закладку садов и их орошения. Чтобы дети со школьной скамьи понимали принципы садоводства, как сделать его рентабельным, в станции юных натуралистов с помощью неравнодушных людей развивается агрошкола. Осень – самое благоприятное время для закладки сада на Кубани. Потому именно в конце ноября около теплицы станции юных натуралистов было принято решение начать обустройство демонстрационного мини-сада с капельным орошением. Это стало возможным благодаря неравнодушному к теме аграрного образования депутату Трудоберяковского сельского поселения Александру Волочаеву. Эту идею предложил нам Чернявский Виктор Васильевич, предложил депутатам собраться и организовать такой небольшой демонстрационный сад для школьников, чтобы это был наглядный пример, показать, как работает капельная трубка, какой ее принцип. Преимущества капельного орошения очевидны – это и небольшой расход воды, и уменьшение физического труда, и, конечно же, повышение орожайности. Понимать экономику садоводства очень полезно ребятам уже сегодня, считает Александр. Это обязательно нужно школьникам, потому что я сам был подростком, и у меня в подростковом возрасте уже было желание зарабатывать деньги. А эти все методики, они показывают нам, с помощью чего можно получать максимальную прибыль, что нужно внедрять. Поэтому, я думаю, хотя бы из этих целей предпринимательства это будет интересно. Демонстрационный сад включает в себя три саженца сливы сорта «Стенлей» и подключенную к водопроводу трубку капельного орошения, закрепленную на специальные опоры. Благодаря этому мини-саду участники агрошколы смогут вживую видеть принципы работы системы полива, которая составляет основу современного садоводства. Одно дело это как-то показать, рассказать на видео, на словах, а другое дело, когда они сами в этом будут принимать участие, и когда они это пощупают, посмотрят и убедятся в том, что действительно это выгодно, что действительно это здорово. И мы рады, что у нас появится такой демонстрационный, пусть и мини-сад, но тем не менее это пополнение в багаж, в копилку инновационного проекта по развитию агро- и трудового воспитания в нашем районе. Останавливаться на этом Александр Волочаев не намерен в планах проведения семинаров по современным системам защиты растений и расширения сада.